Пальму первенства у кафедры математического анализа по числу и числу и числу. Илья Александрович Марков. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илья Александрович. Я являюсь аспирантом и старшим преподавателем нашей кафедры. И вот еще я хочу познакомиться с вами, потому что я знаю с 3 по 6 курс. Поднимите руку 1 курс. А, есть, да? Просто не все из вас дают 3-го, не совсем познакомлюсь. Есть у 2-го? Один, что я делаю? То есть, вот, все же мало. Ну, остальные более менее знают. Какого раньше я тесно пойму? Какого я тесно раньше пойму? Так, курсы. Направление, которым я занимаюсь. По которому курсу веду, это программная защита кода. Ну, вообще, в компьютерной безопасности можно выделить 2 таких больших направления. Это программная защита и математическая защита, то есть криптография. Вот у меня большой блок дисциплин по программной защите. В новой программе, которая начала действовать с этого года, на 3-м курсе мы ее экспериментироваем, пробируем. Количество часов по этой защите кода существенно возросло. Раза в 2, примерно, сейчас 5-6 семестров будет. Ну, давайте их обсудим. Начинается все с языков ассемблера. Курс раньше был односеместровый, был только во втором семестре второго курса. А сейчас его сделали двухсеместровым. Начинается он на втором семестре второго курса. Очитает его Кустынинов Алексей Николаевич. А я продолжаю на 3-м курсе, в первом семестре. И, ну, давайте кратко пробежимся, что есть. В первом семестре это просто основа аппаратов вычислений, как вообще работают микропроцессоры. И, конкретно, у нас изучаются архитектуры x86, 16-разрядных процессоров и ассемблер под эту архитектуру. А практика, соответственно, программирована на этом ассемблере. То, что уже начинаю рассказывать я со второго семестра, это, ну, естественное продолжение. То есть, 32-разрядный ассемблер и архитектура 32-разрядных процессоров. Это 64-разрядные появившиеся уже довольно-таки давно, но еще не сильно распространенные. И программировать у них не все умеют. Будем учиться. Это семейство ARM. То есть, если x86 это стандарт для домашних и серверов вариантов, то на мобильных платформах это ARM. И для компьютерной безопасности, то есть знать вообще, как работают современные вирусы на ARM, наверное, интересно. Поэтому постараемся это все изучить. Ну, и параллельно, то есть, все это мы будем опробовать на Windows и изучать параллельно Windows 2 API. То есть, стандартный интерфейс операционной системы Windows. Как бонусом получим. Ну, это сейчас у нас получается такой эксперимент. Может быть, все не успеем в первом семестре, но со временем курс, надеюсь, устоится. И вот все эти темы, которые здесь заявлены, будут изучены. Так, следующий курс, это курс системное программирование. Был расширен тоже по новой программе в два раза. Раньше он был на втором семестре, сейчас так же и остался. Но вот теперь будет длиться вместо одного семестр, два семестр. И что там будет? Первая часть, которую можно назвать условно низкоуровневым программированием, это программирование на ассемблере, то есть продолжение годового семестр про ассемблера, но с уклоном в системное программирование. То есть, уже не в прикладные вещи, а в те вещи, которые связаны с оборудованием. То есть, изучим подсистему команд X86, необходимых для организации операционных систем. Попробуем попрограммировать железо, то есть непосредственно программировать контроллеры, платы расширения, жесткие диски, прерывания, и вот все такое. Дальше, программирование BIOS. А, ну вот я и не сказал, первоначально курс системного программирования, он рассчитывался, что это будет курс, который будет изучать аспекты системного программирования, необходимые для понимания руткита. То есть, руткит это разновидность объединённого ПО, которая незаметно устанавливается в систему, незаметно в системе функционировать, и позволяет получать незаметный доступ к системе. То есть, постоянно и незаметно. Для этого он работает где-то на уровне ядра системы, каким-то образом загружается каждый раз, и в общем себя скрывает. То есть, планы были такие, изучить те аспекты, которые нужны, чтобы понять, как это всё работает. Вот эта часть низковой уровня программирования, она, в принципе, тоже основана, направлена на этом, потому что современные руткиты начали лезть в BIOS, начали сами прорешивать BIOS, допустим, материнской платой, BIOS в сетевых карточках, непосредственно лезут в железо, поэтому, чтобы их понимать, необходимо это всё изучить. Также они подменяют с собой загрузчики, это так называемые буткиты. Ну, те, кто подменяет BIOS, их называют BIOS-киты. То есть, мы попрограммируем их, посмотрим, как вообще происходит процесс загрузки компьютера от самого начального этапа, то есть, инициализация оборудования, систему код BIOS, потом загрузчик, потом загрузчик операционной системы, ну, и потом уже ядро операционной системы. И ещё одна тема, которая тоже популярна у вредоносного КОО современного, это аппаратная виртуализация. То есть, когда загружаем вредоносный код, виртуализирует вообще операционную систему, то есть, работает над ней так, что его не видно. Это тоже постараемся изучить. Вторая часть, это уровень уже операционной системы. Ну, в принципе, то, что у нас было традиционно в односеместровом курсе. Здесь мы можем выбрать такие аспекты, как создание и исполнение кода, то есть, как вообще исходный код превращается в то, что можно запустить на компьютере. Как происходит процесс компиляции, линковки, линковки со статическими и с динамическими библиотеками, как это всё преобразуется в форматы исполняемых файлов, какие вообще бывают форматы исполняемых файлов, что мы от них требуем, чтобы у нас всё работало в этой операционной системе. Дальше изучается прикладной системный интерфейс, который представляет операционную систему. Прикладной интерфейс – это стандартные библиотеки, а системные, ну, во всех известных мне операционных системах, это интерфейс системных вызовов. То есть, приложения обращаются к стандартному интерфейсу на уровне библиотек, а уже библиотеки обращаются непосредственно к едру операционной системы через системные вызовы. Это мы попрограммируем. И архитектура ядра операционных систем изучалась в односеместровой версии только Windows NT. То есть на примере XP. Когда будет два семестра, надеюсь, у нас получится изучать и Linux, и FreeBSD. И изучать просто как устроено ядро, ну и как устроены защитные механизмы в ядре. Потому что современные операционные системы, они без подсистемы защиты сейчас уже не работают. То есть там обязательно какие-то механизмы предусмотрены. Самозащиты, или защита одного приложения от другого, или защиты пользователей. Обязательно в порядке это есть, и это мы посмотрим. Ну и потом мы будем программировать драйверы. Ну, драйверы не в классическом понимании, то есть программный код, который управляет железом. А мы будем программировать драйверы систем защиты. То есть, если система защиты хочет, чтобы ее не обошли, она должна загрузиться на уровень операционной системы. Для этого нужно написать свой драйвер. Обычно я подназываю драйвер систем защиты. Ну и соответственно уже на системном уровне контролировать активность приложений пользователей. Еще какие-то действия. Ну и программировать драйверов у нас тоже традиционно было только под Windows NT. Но, надеюсь, получится и под Windows, и программировать, и под FreeBSD, и планы. Ну, эта программа еще нигде не была оправдана. То есть, односеместровая версия была. А вот уже два семестра начнется для нынешнего третьего курса, со следующего семестра. Также будем на них экспериментировать. Так, следующее. Это курс защиты кода. Ну, как он был, на семестровый так и остался. Только был перенесен с третьего на четвертый курс в первом семестре. И будем изучать такие вещи в защите кода. Это Revious Engineering. То есть, это что такое? Это обратная разработка. Нам по готовому собранному файлу без исходных кодов надо понять, как он работает. Мы будем изучать отладку. То есть, динамическое исследование программного кода. Будем изучать децимулирование. То есть, процесс получения из машинных команд удобных для восприятия человека ассамбленных инструкций в отображаемом виде. Ну, и декомпиляцию, может быть, тоже посмотрим. В принципе, современные декомпиляторы довольно-таки мощные. То есть, позволяют очень неплохо визуализировать код на языке C. На C++ нет, но, по крайней мере, на языке C точно есть. Дальше, это защита вот от этого исследования от Reverse Engineering. Это приемы антиотладки и антидезассамблирования. Применяются они, ну, в практически обязательном порядке. Это в каком-то ПО защитном. То есть, не хочется, чтобы его исследовали. Ну, и также обычный функционал водоносного ПО. Потому что, вот, чем дольше его исследуют, тем дольше к нему пишут. Ну, код, который его обнаруживает в антивирусовой базе. Тем дольше его добавляют. Тем дольше он вообще в реальном мире живет. Поэтому обычно приемы антиисследования закладывают. Так, следующая тема. Ну, собственно, нам нужно познакомиться, как работают вирусы классические. То есть, как они внедряются в исполняемые файлы. Ну, здесь представлены два формата исполняемых файлов. Это PE и ELF. PE – это стандартный формат для Windows. ELF – это стандартный формат для Unix-систем. Мы будем разбирать методы внедрения кода. То есть, заражения файлов, по сути. Методы обнаружения этого заражения. Ну, и методы противодействия от этого обнаружения. Ну, в принципе, вот процесс борьбы между вирусами и вирусами постоянно. Ну, до какой-то стадии мы дойдем. Ну, и кроме внедрения исполняемых файлов, внедряться можно в работающие процессы, чтобы потом работать как бы с их привилегиями, от их имени. И для того, чтобы это все работало, нужно написать такую вещь, как show-код. Show-код – это обычно специальным образом подготовленный код на ассемблере, который внедряется в PE-файл или в EF-файл или в процесс, и который как-то исполняется. Ну, в зависимости от способа внедрения. То есть, под каждую операционную систему там, конечно, свои особенности. Какие-нибудь мы посмотрим обязательно. Так, ну, все закончилось. Следующий курс, сейчас он будет называться «Анализ уязвимостей ПО». Тоже курс, который был уже в односеместровой версии. Назывался он просто «Уязвимостей ПО». От новой программы советую называть его так. И будет он у нас двухсеместровый. Раньше он был на пятом курсе в первом семестре, сейчас он начнется в конце четвертого курса, он продолжится на пятом. Будет два семестра. Что вообще такое уязвимость? Уязвимость – это ошибка, которая нам позволит программу заставить сделать то, что не предусматривал ее создатели. Уязвимости могут быть программные и уязвимости могут быть в инфраструктуре. Инфраструктурные уязвимости должны решаться администраторами. Мы этого касаться не будем. Мы будем касаться только программных уязвимостей. Но здесь тоже их можно разделить. Это логические ошибки. То есть когда просто программист не понял задачу, которую ему нужно реализовать, я реализовал ее неправильно. То есть он не сделал то, что обеспечит защиту. А обычно такие уязвимости, они очень зависят от приложения. И в общем случае их рассматривать довольно-таки трудно. Мы будем рассматривать так называемые ошибки кодирования. Они очень унифицированные, они обычно происходят от ленин программиста или от его невнимательности. И вот давайте эти виды просто перечислим. Самые основные. Переполнение буфера. Переполнение буфера это когда мы у буфера определенного размера пытаемся записать данных больше, чем вообще присмотрено было изначально, что к нам было. Это вот такая ошибка, когда не хочется проверять количество записываемых данных в буфер. То есть вот ленин программиста в этом нам проявляться. Дальше это целочисленное знаковое переполнение. Но мы знаем, что для хранения чисел у нас ограниченное количество разрядов обычно используется. Ну, допустим, 4 байта для инта стандартного. То есть если мы сложим, допустим, 3 миллиарда и 3 миллиарда, мы выйдем за границу инта, но при этом число у нас получится меньше, чем оба этих слагаемых. Потому что там старший 33-й разряд, он просто куда-то уйдет в небытие, и он отбросится получается. То есть понятно, что здесь что-то не то. Не то, что изначально предполагалось. Мы хотели получить 6 миллиардов суммы, а получим 2 миллиарда. Что-то не то. А знаковое переполнение, ну, это, в принципе, то же самое. Потому что в 4 байтах можно хранить либо знаковый разряд, либо беззнаковый. Ну, предположим, у нас если хранится в 4 байтах знаковый, мы можем хранить плюс 2 миллиарда, минус 2 миллиарда. Если мы там сложим в 1,5 миллиарда, мы получим отрицательное число. Что тоже является не тем, что мы хотели изначально. И этим можно воспользоваться для получения управления программой. Так. Использование памяти после освобождения. Ну, имеется в виду динамическая память, которая выделяется по запросу, освобождается. И если ее освободить, а после этого к ней обращаться не проверяется, освобожденная она или нет, то это тоже может быть шревато последствиями. Ну, также как и двойное освобождение. То есть, если мы два раза вызываем функцию free для какого-то буфера, то могут возникнуть проблемы безопасности. Ошибки форматной строки. Ну, в форматной строке, наверное, знаете, что такое. То, что функцию print, допустим, передается, в которую у нас специальные символы, как стандартные спецификаторы обрабатываются. То есть, если ими пользоваться неправильно, довольно-таки легко программу сломать будет. И что конкретно будет у нас в курсе. То есть, вообще, надо сначала научиться понимать природу уязвимости. Вот почему вот эти перечисленные все вещи, они приводят к каким-то негативным последствиям. Нам нужно будет это понять. Чтобы мы это поймем, нам нужно, опять-таки, создавать шелл-код. Ну, мы шелл-код будем учиться создавать в курсе защиты кода. Но к шелл-кодам, которые используются в exploit, там к ним могут передать какие-то особые требования. Ну, обычно это требование диктуется уязвимой программой. То есть, мы будем смотреть, как обходить вот эти требования, которые могут быть специфическими. Поэтому тут вся специфика будет в отличие от тех шелл-кодов, которые мы внутри в PFI, к примеру. Ну, после создания шелл-кодов, то есть, то, что будет исполняться, нужно вообще заставить исполниться сработать уязвимость. То, что заставляет сработать уязвимость, называется exploit. Это совокупность программ, то есть, кода и данных. Ну, код – это обычно шелл-код, который приводит вообще к несанкционированным действиям со стороны программы. Эксплуатирует уязвимость. Давайте будем разбираться. Так, большая тема – это эксплуатация в пользовательских приложениях, потому что стандартные виды МКО, они по-разному эксплуатируются. Ну, допустим, отдельные есть техники для эксплуатации браузеров, отдельные техники для эксплуатации каких-то виртуальных машинок, например, виртуальная машина Java или JavaScript. То есть, вот такие особенности мы рассмотрим. Ну, и в односеместровой версии, в принципе, была только эксплуатация в пользовательских приложениях под Linux. Так, у нас будет два семестра, надеюсь, мы рассмотрим другие операционные системы. А в частности, мы еще рассмотрим эксплуатацию, собственно, в ядре операционной системы. То есть, не в прикладной программе, в браузере, к примеру, а, собственно, в ядре операционной системы. Или в каком-то драйвере, который работает в ядре. Ну, и что у нас опять еще? Современные операционные системы, где защитные механизмы, в принципе, не работают. То есть, техники эксплуатации известны уже лет 20-25. И операционные системы, начиная с начала 2000-х годов, они в обязательном порядке внутри себя включают какие-то защитные механизмы. Вот эти защитные механизмы мы рассмотрим. То есть, они очень существенно усложняют жизнь создателям эксплуатов. Иногда они полностью препятствуют эксплуатации, иногда просто затрудняют ее. Вот мы их посмотрим и научимся их обходить. То есть, ситуация тут опять такая. Появляется защитный механизм, появляется техника его обхода. А эта техника появляется новый защитный механизм. Но вот так они борются, пока кто-нибудь не победит. Но только на краткий период. Так, эксплуатация вроде бы все. И вот теперь то, что я говорил, есть две части. Эта программная часть закончилась. И математическая часть защиты информации – это криптография. У нас есть годовой двухсеместровый курс криптографических метров защиты информации, которому предшествует годовой курс криптографических теоретико-числовых метров криптографии. И после него еще есть семестр криптографических протоколов. То есть, криптография идет пять семестров. Вот я один из этих семестров рассказываю. А именно второй семестр криптографических методов защиты информации. Первый семестр Александр Артемович рассказывает, но он уже говорил об этом. И давайте пробежимся. Вообще, что такое криптография? Исторически, самая первая, самая важная задача криптографии была эта конденциальность. То есть, мы отправляли куда-то сообщение, и мы хотели, чтобы никто его не мог прочитать, кроме того, кому он предназначен. Добивались этого таким методом, что один знает секретный ключ, другой знает секретный ключ, и больше никто секретный ключ не знает. Соответственно, они как-то на этом секретном ключе преобразовывали информацию, ее куда-то передавали, и на другом конце только владелец ключа мог его расшифровать. И вот Александр Артемович в первом семестре как раз изучает стандартные алгоритмы обеспечения конфиденциальности. То есть, это и классические шифры, и современные, заточенные под компьютеры, симметричные алгоритмы блочного шифрования. Но после повсеместного развития компьютера перед криптографией остались еще другие задачи. То есть, кроме конфиденциальности, нам хочется еще уметь обеспечивать целостность информации. То есть, понятно, если мы зашифруем сообщение, и кто-то его модифицирует потом при расшифровке, мы получим какой-то мусор. Мы поймем, наверное, что его модифицируют. Но в компьютерных системах, когда передаваться могут случайные данные, нам сложно будет посмотреть на данные и понять, что они модифицированы. Нам нужны математически достоверные способы понять, что информация действительно была искажена. И это одна из задач криптографии. Дальше, это аутентификация. То есть, когда мы общаемся с кем-то на другом конце света, мы не можем понять, кто это за человек. У нас сигналы идут по публичным сетям. Мы вообще не знаем, кто на другом конце. Может, посредине перехватили. Поэтому нам необходимо каким-то образом или достоверно, или с какой-то большой вероятностью узнать, с кем мы общаемся. С кем мы совершаем взаимодействие, какие-то защищенные транзакции финансовые. Ну и кроме пользователей, нам еще также необходимо аутентифицировать какие-то сообщения, чтобы узнать, кто его мог создать. Это бы тоже нам желательно было в компьютерной системе иметь. Еще одна вещь – это электронная цифровая подпись. То есть, аналог обычной рукописной подписи, но только в цифровом мире. От нее мы хотим примерно того же самого. Мы хотим по этой подписти узнать, кто это сообщение составил. Мы хотим, чтобы в суде потом, если он попытается отказаться от него, мы могли заставить его признать факт авторства. То есть, он не мог отказаться от авторства. Ну и в современном законодательстве это, в принципе, уже закреплено. То есть, стандартные вещи, которые хотим от обычной подписью, мы хотим от цифровой подписью, в которой подписаны электронные документы. Еще одна задача, которая как-то решает, но вроде до конца еще не решена, но какие-то алгоритмы предлагают. Это разделение секретов. То есть, иногда нам хочется, чтобы какое-то сообщение могла расшифровать только группа людей. То есть, не один человек, а вот только 10 человек, допустим, собравшись вместе, могли что-то сделать или авторизовать какую-то операцию, или ашифровать какое-то сообщение. Вот это математика разделения секретов. И, в принципе, много-много еще чего в современной криптографии есть, но вот этого мы особо касаться не будем. Это уже такие современные разделы криптографии, которые можно обучать, допустим, в рамках курсовых, дипломных работ. Но обычно в семестр это все не умещается. Так, ну и вот здесь перечислена необходимая математика. Потому что, смотрите, у вас получается три семестра алгебры идет, два семестра геоинко-числовых методов, семестра математической логики, два семестра скретной математики, логарифмы структуры данных два семестра, математическая геометрия, может быть, будет. И, в принципе, эта математика вся не просто так. Многие из этих разделов нацелены именно на то, что на четвертом курсе и на пятом вы будете изучать криптографию. Снова ось, на этих полученных знаний. Поэтому, то есть, сдавать и забывать это точно не стоит. Потому что можно пополнить ряд численных студентов. Да, я призываю ходить на семинары, которые организует Сергей, которые Леонид организует. Потому что там можно закрепить знания по алгебре, по дискретной математике. То есть пренебрегать этим не стоит. Ну и, в принципе, у меня все по курсам. А вот по дополнительным мероприятиям чуть позднее. Вопросы. Места от вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ